Вот сегодня у нас такой вот разговор продолжается про аэродинамику, про сверхзвуковые, так сказать, полеты. И хочется, видите ли, сразу взять быка за рога, ну, такие вот самые уж такие гипер-супер-скорости, во много раз превышающие скорость звука. Значит, в прошлый раз такое словечко я вам сказал. Значит, число маха – это отношение скорости потока или скорости движущегося в потоке тела, что, в общем-то говоря, одно и то же, скорость тела относительно потока вот этого, потока газа или жидкости, скорости звука, то есть во сколько раз скорость тела превышает скорость звука. Ну, так обычно, когда говорят про скорость там чего-нибудь, там самолеты, ракеты, так вот говорят, вот 7 махов или 2 маха, значит, 2 скорости звука и 7 скоростей звука. Ну, вот самые такие ультра-супер-гипер-скоростные объекты – это, значит, спутники, возвращающиеся на Землю, где-нибудь махов эдак 20, а то и 30 махов, когда он прилетает куда-нибудь из далёких миров, например, с Луны и возвращается. Тут вот такие вот большие скорости. И нужно сказать, что не только в процессе возвращения корабля на Землю, при входе в плотные слои атмосферы, вот возникает такая ситуация гиперзвукового, скажем так, контакта тела с газом, с атмосферой. На самом деле спутник, когда летает, он тоже летает, в общем-то говоря, не совсем уж в безвоздушном пространстве. Он летает в очень разреженном пространстве, в очень разреженном газе, в разреженной атмосфере. И вот тут вот как раз-то он и ставит рекорд, он постоянно летит. И это не вот какой-то вот кратковременный этап торможения, это длительный полёт, который нужно очень тщательно регулировать, потому что спутник, он штука дорогая, ему иногда на орбиту доставляют топливо, это обитаемый спутник, он, значит, поднимает свою траекторию, которая, значит, постепенно теряет высоту траектории полёта за счёт торможения в атмосфере. Так вот, в этом торможении есть некая интересная, так сказать, прелесть. Он тормозится, сталкиваясь с отдельными молекулами. Там вот такой вот сплошной среды, в которой бы, значит, возмущение, вот так как в воздухе, вот я двигаю рукой, далеко не со сверхзвуковой скоростью, и что происходит? Ну, значит, ну она вот как-то вот, как бы сказать, расталкивает воздух, расталкивает сплошную среду. Те скорости, с которыми, значит, рукой мы двигаем, значит, они такие, что ещё не происходит заметного, так сказать, сжатия этой среды, просто как с водой, мы так вот её вот, 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 до звуковой полёт, где-нибудь до скоростей, порядка 800-700 километров в час, это ещё полёт фактически, ну, всё равно как в жидкости. Жидкость ведь, вот, так сказать, вода, например, несжимаемая вещь, да, несжимаемая жидкость, а воздух, в общем-то, хорошо сжимается, это мы знаем, вот, в насосе можно сжать под поршнем велосипедным, вот. И вот это вот сжатие наступает при движении тела только вот при таких больших скоростях, вот, ну, в открытом пространстве, разумеется, а не поршень велосипедного насоса. Ну, так вот, и вот, когда он летит, этот корабль, там, за атмосферой, и происходит просто столкновение с отдельными молекулами, и вот различные режимы столкновения, вот тут вот у меня картинка такая есть, летит некая плоскость в потоке, вот я так вот говорю сразу, прямо, напрямую, летит, на самом деле закон, в общем, относительности движения, всё равно, кто относительно кого движется, движется ли, так сказать, вот этот самый поток газовый относительно поверхности, вот это какой-то, это поверхность спутника, наверное, изображается, либо поверхность спутника движется относительно этого газового потока. Так вот, тут вот, смотрите, какая интересная штука, область такая вот, когда молекулки сталкиваются, один раз, когда она столкнулась, отлетела, и второй раз, может быть, и не столкнётся. Вот она образуется некая всё-таки в таком суперразреженном воздухе ударная волна некая. Некая всё равно ударная волна возникает. Вот идёт сложный такой процесс обтекания. Ну, фактически, это некая модель поведения вообще крыла самолёта в условиях набегающего потока. Правда, здесь вот, ну, картинка мне просто понравилась. И повод есть рассказать вам о таком вот ультраразреженном газе. И, оказывается, для него тоже существует аэродинамик, и подъёмные силы, сопротивление, всё что угодно. Вот интересно было бы придумать такой бы спутник, который бы вот за счёт своей аэродинамики ещё поднимался. Но, на самом деле, такие спутники не придумывают, потому что просто будет перерасход массы на то, чтобы создавать эти аэродинамические плоскости. Просто он там тормозится и тормозится. Нужно учитывать вот это вот слабенькое, ну, под нашим бытовым понятием сопротивление воздуха. Вот. Такие вот дела. Ну, так вот. Самая изюмина я вам расскажу вот какая. Вот тут на этой картинке изображена сверхзвуковая аэродинамическая труба. К сожалению, у меня вот тут рядом под рукой нет картинки, изображающей не сверхзвуковую аэродинамическую трубу. Вот. Ну, я вам постараюсь показать её основное отличие. Значит, вот воздуходувочка дует себя на воздухом. Привод, естественно, электродвигатель. Тут какая-то, так сказать, воздушная турбина тянет воздух. Так вот, в этом сопло, вот так вот ставится ударение на букву О, в этом вот сопле, сопло, вот, происходит, это называется сопло лаваля. На каждую определённую скорость движения воздуха нужно своё сопло. То есть, если у вас рассчитана определённая скорость ваша аэродинамическая труба, значит, если хотите перейти к другой скорости обдува потоком воздуха, то вам нужно, соответственно, другое вот это вот сопло. Так вот, самое интересное, что после прохождения вот этой вот области, вот эта вот область, кстати, блок вот такой вот вставной, его знаете, кто придумал? Эйфель, тот самый Эйфель, который придумал Эйфелеву башню и который подарил американскому народу вот эту вот статую Свободы, которая в Нью-Йоркском порту стоит. Вот он придумал вот это, вот он тоже был разработчик аэродинамических труб в начале века, один из пионеров, так же, как Жуковский. Ну, Жуковский вообще первую самодельную трубу сделал. Ну, а потом, значит, это вот разные системы, разные модели, каждая связана с определённым именем конструктора. Вот, в частности, Эйфель внёс свой вклад вот в это дело. Так вот, по прохождению вот этого вот рабочего исследуемого объёма, тут вот стоит модель, вот так вот изображена она стрелочкой. Модель подвешена на так называемых аэродинамических весах, чтобы измерять, скажем так, вот всякие эти нагрузки, что там, подъёмную силу, силу сопротивления. А потом, если бы труба была бы не сверхзвуковой, а обычной, что нужно, чтобы погасить скорость потока? Ну, расширить, да? Ну, вы замечали, что когда узкое течение реки, вода течёт быстро, да? Широкое течение реки медленно течёт. Хотим мы из шланга вот не просто вот так вот наливать воду в ведро, буль-буль-буль-буль-буль, а вот так вот хорошенько побрызгать, мы, значит, пальцем его зажмём, ограничим, значит, отверстие, через которое проходит вода, скорость увеличится. А вот тут как раз вот это вот сверхзвуковое течение, оно совсем другое, вот нелогичное, значит, совсем не такое, как дозвуковое. Чтобы поток остановить, его надо сначала сжать, вот его сначала в этой трубе сжимают, и потом, когда вот тут в этом где-то месте возникает скачок уплотнения, ударная волна, вот уже за ударной волной идёт обычное дозвуковое течение. Здесь он под ним законом распространяется, вот его сжали, возникла скачок ударная волна, значит, перешёл звуковой барьер только в противоположном направлении. И здесь уже он спокойненько расширяется дозвуковой поток, крутит его машинка. Значит, тут вот такой загадочный объект, какой-то нарисован с какой-то пробкой или что это такое, значит, что это такое? Это холодильник. Ну, не обязательно холодильник, это штуковина, которая очищает воздух от влаги. Дело в том, что вот в процессе этих всех расширений, в сверхзвуковых динамических трубах, там может просто образовываться влага, да, вот пыль, такая водяная, туман, снежок начнёт лететь, и там, это, естественно, никак не вписывается в модель сверхзвукового полёта, вот это совсем не то, что нужно. Вот, вот за счёт этих всех расширений, когда идёт резкое, очень сильное охлаждение воздуха, значит, воздух как раз разгоняется за счёт того, что он, свою внутреннюю его энергию переходит в кинетическую, да, вот он охлаждается и в нём выпадает. Значит, он должен быть очень сухим. И более того, существуют совсем уж такие продвинутые трубы, уж очень они, так сказать, сверхзвуковые, в них воздух так может сильно охладиться, что начнёт сжижаться. То есть, вот этот вот кислород, азот, углекислый газ начнут превращаться в жидкости. Это уж абсолютно никак не похоже ни на какие полёты во сне и наяву, но если снег и водяная пыль и так вот, ну, в природе бывает, сквозь снег и дождь, там, стремится к цели самолёт, а вот уж превращающийся постепенно в жидкий воздух самолёт нигде в реальных условиях не обдувает, да, не обдувает. В этих случаях приходится вот этот, так сказать, воздух, которым обдувает сверхзвуковую модель, значит, сверхзвуковой трубе, его ещё приходится разогревать. Вот, ну, вот посмотрим, есть у нас ещё какая-нибудь картинка? Да, есть картинка. Это ещё одна такая очень продвинутая труба. Называется она, ну, понимаете, вот предыдущая труба, она может как бы непрерывно работать, да, труба непрерывного действия. Это, конечно, очень незаменимая вещь, когда вам надо испытать, ну, скажем, действия механики крыла, да, или вот органов управления самолёта, да, его там рулей аэродинамических, вот в такой сверхзвуковой трубе, как его меняется конфигурация, что произойдёт, если вот он выдвинет там, так сказать, ракету из люка, из бомболюка, будет её запускать, как это будет, как самолёт на это, вот, так сказать, движение органов, как это называется, системы вооружения отреагирует, да, вот такие вещи. Это, конечно, необходима труба непрерывного действия, а для каких-то других исследований, когда важно просто померить динамическое сопротивление и подъёмную силу, ну, труба может и быть не совсем уж, чтобы непрерывная работа, а так вот, ну, не то чтобы импульсами, ну, вот как-то так. Это называется труба баллонная, газобаллонная, да, вот в этих вот баллонах находится воздух, сжатый воздух. Ну, соответственно, тут картинка нарисован, компрессор, такие квадратики, вот эти компрессор в этих баллонах набирает воздух. И, пожалуйста, на выбор вам два метода реализации этой трубы. Может воздух из баллонов расширяться, вот опять же через это самое, так сказать, сопло лавали, вот он опять вот тут вот немножко ужимают, чтобы остановить, перейти его в звуковой режим, вот, и просто сбрасывают в атмосферу. Вот так вот поступают. А другой способ ещё хлеще, сбрасывают не в атмосферу, а в газгольтер, из которого откачан воздух. Значит, тут давление в этих бахах что-нибудь тысяча атмосферов. Ну, тут в газгольтере можно сделать нулевое давление, но это не очень много вам добавит к тысяче атмосфер, ещё одна атмосфера не так уж много. Ну, тем не менее, вот так тоже делают. Кстати, не обязательно обдувать модель воздуха, можно обдувать вот эти другими газами, с другими, ро-плотностью, с другой вязкостью. Помните, я говорил про законоподобие, числа там Рейнольца, Старухаля, Кнутсена. Мне как раз вот эти вещи фигурировали. Если мы меняем масштабный коэффициент, то есть модель неполномасштабная, может в каких-то случаях есть смысл обдувать и другими газами, не воздухом, то есть отличающимися от него по плотности, в ту или иную сторону. Вот, такие вот дела. Есть ещё одна занятная труба, ну, наверное, её можно назвать ударная, да, ударная аэродинамическая труба. Тут, видите, какая штука сделана. Вот, приглядитесь, пожалуйста. Вот в этом баллоне находится газ под очень высоким давлением. Если вы думаете, что это воздух, вы глубоко ошибаетесь, это какой-нибудь лёгкий газ, например, водород или гелий. Вообще, вот, использование такого рода вещей для разгона чего-нибудь, легкогазовые всякие вот средства, есть такие легкогазовые пушки, там, где толкают, значит, наряд не пороховыми газами непосредственно, а вот лёгким газом. У него есть свои определённые термодинамические характеристики, которые его отличают выгодно от пороховых газов, например. Ну, так вот, вот тут вот этот самый лёгкий газ и мембрана. Мембрана, ну, разрушаемая мембрана. Не знаю уж, каким способом её разрушают. Может быть, пороховым зарядом, может быть, механическим. Ни разу не видел работу такой трубы. И вот этот вот ударным образом расширяющийся газ, вот оно тут, сопло, и обдувает модель. Вот эта вот моделька. Кстати, так вот вызывающий художник нарисовал шарообразную модель и нарисовал около неё вот эдакий, понимаете ли, сферическую ударную волну. Ну, я вам тут, мне кажется, надеюсь, покажу картинки, как обдуваются модели разной формы сверхзвуковыми потоками. Вот вы поймёте остроумие художника, изображившего такую вот сферическую ударную волну. Так, ну, кто любопытствует, я могу вам рассказать, что тут происходит с давлением. Вот когда идёт то самое обдувание модели, это как раз вот этот вот размер, когда, значит, давление сильно упало до минимума, и как раз, соответственно, максимальная скорость. Вот это время Т0, когда происходит разрушение мембраны где-то здесь, и вот так вот постепенно по времени, это, так сказать, график изменения давления. И вот это как раз вот тот самый момент времени в работе аэродинамической трубы, когда самые оптимальные, значит, показатели скорости потока, вот этого сверхзвукового, вот этой вот ударной аэродинамической трубы. Есть ещё одна, скажем так, оригинальная, да, вот для нас, для непрофессионалов, идея аэродинамической трубы. Там вот были что у нас, воздуходовка была, была, то есть, ну, просто, грубо говоря, насос, турбины, которые гонят воздух. Вот, было у нас что, из бака выпускали воздух, из баллонов, это хорошо. Ну, была такая ожидаемая идея, то есть, не из баллона постепенно стравливать воздух, а сразу весь его, значит, так сказать, выпустить газ одним махом, ударом. Тоже была такая идейка у нас реализована здесь, в наших сказках. А вот тут вот происходит, значит, что происходит разряд, дуговой разряд в газе. Вот эта вот штучка вот на балдашник, это один из электродов. Почему-то вот эта камера, ну, почему-то, я сейчас объясню, почему, почему, она находится внутри обмотки, соленоидальная обмотка, соленоид, катушка. Катушка с магнитным полем. И вот это магнитное поле служит для того, чтобы вращать вот этот вот разряд. Разряд, получается, бьёт не всё время в одно место электрода второго, то есть, вот один электрод, а вот эта камера, это второй электрод. И вот не то, что в одно место электрода, он всё время вращается в разные места, бьёт, чтобы такая была однородность. Разогревается и засасывается воздух, и воздух дальше вышвыривается с огромной, значит, скоростью сверхзвуковой. Вот в эту вот, в камеру Эйфеля, в которой находится, значит, модель аэродинамическая, на аэродинамические веса, которые, значит, обдувают таким образом. Ну, это, кстати говоря, вот этот вот, значит, блок, это фактически что у нас есть? Это называется дуговой электродуговой реактивный двигатель. То есть, вот так вот можно, имея на самолёте огромное количество энергии, источник, так сказать, неограниченной мощности, можно такой поставить на нём двигатель и летать себе спокойно всегда. В своё время была такая идея, это конец 50-х, начало 60-х годов, создать самолёт с атомным реактором на борту. Атомный реактор давал бы, как на подводной лодке, значит, неограниченной, но в разумных пределах, значит, количество электроэнергии обеспечивал бы самолёту. И, как подводная лодка, вот говорят, не имеет неограниченный район плавания, да. То есть, возможности плавания ограничиваются только запасом на борту продовольствия для экипажа. А для этого самолёта тоже запасом продовольствия будет ограничена дальность полёта, если вот такую вот энергию. Другое дело, как эту энергию превратить в движение, либо ставить электрические двигатели, так сказать, с пропеллерами, либо ставить вот такие вот реактивные устройства, электрореактивные двигатели. Ну, в своё время, об этом вот у нас сейчас в печати открыто писали, результаты вот этой всей работы завершились тем, что несколько было совершено полётов с ядерным реактором на борту, на самолёте. Значит, включали его там, вот реактор в полёте. Ну, вот такие вот опыты были сделаны. Но потом как-то от этого отказались. То ли потому, что один из инициаторов этих работ, Игорь Васильевич Курчатов, ушёл в мир иной. Ну, то ли как-то вот, ну, не рискнули. А хотя, что, собственно, такого-то особенно? Подводные лодки плавают, тонут, гибнут, теряют атомные реакторы. Ну, а так самолёты бы летали, иногда бы гибли, теряли атомные реакторы. Ну, и что? Мы же привыкли к потерям подводных лодок с атомными реакторами. Мы, американцы, ну, привыкли бы к потерям самолётов. Тем более, самолёты наверняка летали бы над мировым океаном и пропадали бы там же. Ну, трудно сказать, хорошо это или плохо, что не сделали атомных самолётов. Ведь после атомных подводных лодок были сделаны атомные корабли надводные, в том числе гражданские, атомные ледоколы, атомные контейнеровозы. Вот такие вот появлялись вещи. Вещи-то, в общем-то, хорошие и полезные. Да, может, и такие самолёты были бы. Он летал бы вокруг света, как трамвай, как метро кольцевое. И высаживал бы, где нужно, на землю. А самолётик пассажиров принимал бы. Вот было бы здорово. Но не сделали, не создали. И, наверное, не создадут в обозримом будущем. Теперь хочу вам ряд картинок показать, которые как раз демонстрируют обтекание изделий различной формы сверхзвуковым потоком. Ну, не изделий, а моделей аэродинамических. Вот, некий такой вот, видите, клин такой, да, вот он обтекается. Значит, обратите внимание, как это происходит обтекание. Садится, так вот говорят аэродинамики, садится скачок уплотнения. Вот он, сел скачок уплотнения. Вот они, скачки уплотнения. Вот он сел. За скачком уплотнения движение уже не сверхзвуковое. Вот в чём прелесть. Оно тут уже дозвуковое. Вот этот вот скачок уплотнения. То есть, понимаете, как получается? Не знает природа, не знает, значит, вот тут вот не может знать. Вот идёт газ со сверхзвуковой скоростью, набегает воздух. Вот эта часть газа не знает ничего о том, что здесь был штырь. Если бы скорость была бы дозвуковая, она бы узнала. И в обтекании было бы совсем другое. Тоже бы участвовала в этом обтекании. А так она не знает. Просто вот скачок вот этого уплотнения, вот раз, узнали. Это как бы вот играет роль горизонта событий. Вот очень хорошая такая вот модель, ну, чисто качественная, как говорится, модель. Того, что в общей теории относительности называется горизонтом событий. Вот тут вот, там речь идёт о скорости света, да? Вот так вот. А тут речь идёт о скорости звука. Тут горизонт событий. Скорость распространения информации о событии. Скорость распространения влияния. Это совпадает со скоростью звука. Вот какие вот дела. Ну, эту картинку вы уже видели. А вот хочу вам тоже вот показать волны. Тут обдувается немножко другая модель. Не совсем острый клин, как там был. А такой вот тупой клин. Тупой-тупой клин. И вот сколько у него село скачков. Тут сел скачок. Вот здесь сел скачок. Посерединке сел скачок. Ещё один скачок уплотнения. И на выходе ещё скачки. И вот тут ещё вот зона разряжения за самим вот этим вот изделием. Ну, тут такой вот просто как такой вот зубил обдувает. И тут тоже вот вам, наверное, плохо видно. Зона разряжения такая вот начинается светленькая. Вот как она себя ведёт. Это вот обдуваемая штуковина. А, вот здесь вот это интерферационные полосы сняты. Не надо думать, что каждая из этих полос – это есть скачок уплотнения. Ничего подобного. Скачков тут мало. Вот здесь скачочек уплотнения. А это всё просто различные плотности. То есть, различная скорость обдутия. Движение. То есть, не обдутие, а движение газа. Различная плотность. А вот здесь вот зона разряжения действует. Вот тут вот. Видите, сзади. Сзади этого чудесного изделия. Так. Ну, это вот пластинка та самая. Под углом атаки летит самолёт. В прошлый раз я ему показывал. Именно так выглядело в представлении, хоть чуть не сказал, древних. Ну, скажем так, первых авторов проектов самолётов выглядело по подъёмной силе самолёту. Ударяет в пластинку газ. И пластинка поднимается. Ну, то есть, крыло самолёта. Вот. А его поднимает кверху. На самом деле, на дозвуковом полёте это совсем не так. Он не просто ударяет, он его обтекает. И, соответственно, если бы такую пластинку он обтекал, никакой подъёмной силы бы, в общем-то, он не создавал бы. Вот. Он просто бы большое лобовое сопротивление было бы, и всё. А тут, получается, как на нижний садятся скачки уплотнения. Вот они, вот скачки уплотнения, вот скачки уплотнения, вот на этой кромке скачки уплотнения. То есть, ударные волны. Вот эти вот ударные волны-то его и поднимают. А вот здесь идёт вялый, ну, относительно вялый, относительно медленный дозвуковой поток. И вот этот как раз и заставляет самолёт подниматься. Обратите внимание, у нормального дозвукового крыла сверху то, что обтекает, значит, крыло-воздух, в нём у него скорость движения больше, чем тот, который снизу проходит. Поэтому снизу статическое давление больше, чем сверху. А здесь наоборот. Здесь скорость меньше, а здесь больше. И его всё равно поднимают. Здесь всё с точностью до наоборот. То есть, самолёт, сконструированный для полётов на дозвуковых скоростях, он принципиально отличается по аэродинамике от самолётов, предназначенных для полётов на сверхзвуковых скоростях. То есть, вот с точностью до наоборот. Если на нормальном, на дозвуковом режиме полёта это крыло будет поднимать самолёт вверх, как только перейдём в сверхзвуковый режим, оно будет его бить вниз. Представляет, какая вот вообще сложность стоит на пути создания сверхзвуковых самолётов. А ведь самолёты – это не просто пуля. Ну, пуля сверхзвуковая – это давно уже существует. Снаряды артиллерийские летаются с скоростями большей скорости звука. Значит, тоже уже давно. А вот самолёты сверхзвуковые появились только после Второй мировой войны. Это был, в общем-то говоря, прорыв такой в будущее. Сумели сделать такую аэродинамику, чтобы самолёт летал и на дозвуковой скорости, и на сверхзвуковой скорости. Потом придумали делать изменяемую геометрию крыла у самолёта, изменяемую даже форму фюзеляжа носовой его части. Опускаемый такой клюв появился у некоторых самолётов сверхзвуковых. То есть на дозвуковой скорости у него одна конфигурация крыльев. Когда он переходит в звуковой барьер, он меняет крыло свою форму, механика, скажем так. И вот самое идеальное крыло для сверхзвука, самая обтекаемая конфигурация – это вот такой узкий острый клин. Поэтому сверхзвуковых самолётов крылья, они такие острые, острые, острые. И ещё, кроме всего прочего, они острые, они ещё вот так вот скошены назад. Оказывается, именно такой вот соотношение, такой острый угол между кромкой крыла и набегающим потоком, скоростью набегающего потока, он как раз создаёт оптимальную подъёмную силу. Оптимальное вот это соотношение силы и лобового сопротивления. Значит, напомню вам картинку, очень поучительную. В прошлый раз я вам показывал вот эту вот скорость. Тут летит некий условный такой клинушек. Как видите, вот он как раз весь в скачках ударных волн, таких очень сложных систем ударных волн, перекрывающихся, перекрещивающихся. Тут сзади тоже ударные волны, а вот это вот область разрежения за этим вот клином. То есть имитируется некая имитация крыла самолёта, на самом деле клин. Так вот, оказывается, для такой конфигурации, для такой фигуры максимальное сопротивление, это как раз коэффициент аэродинамического сопротивления, так вот грубо говоря, как раз приходится на скорость, равную скорости звука. Это вот скорость звука в махах, так называемых. Вот это пять скоростей звука, скорость самолёта, вернее, скорость объекта, или скорость потока воздуха. А потом она по прохождению этого звукового барьера начинает уменьшаться. И на уже больших скоростях, значит, она уже меньше, чем на дозвуковом режиме. Но это вот для данного клина. Вот этот вот клин, значит, на больших скоростях имеет меньше лобовое сопротивление, чем на дозвуковых. Ему выгоднее летать на сверхзвуке. Вот эта вот картинка иллюстрирует вообще смысл сверхзвукового движения. Сверхзвукового движения. Вот некая точка, скажем так, ну это, наверное, какая-то движущаяся точка со сверхзвуковой скоростью. Ну, не знаю, точка материальная, только какой-то нарисован шарик. Принцип. И вот набегает на него поток. Вот эта вот как раз граница, как бы распространяла скорость звука, да, вот под этим углом, вот она так вот распространяется скорость звука. Вот он столкнулся с этим вот ветром налетающим. И вот она вот так вот распространяется. Вот эта вот волна, вот эта вот волна ударная, это как раз распространение, значит, вот того возмущения сверхзвукового, которое, значит, возникло в набегающей волне. А вот тут внутри везде, а это вот обычный звук уходит, вот его такими кругами нарисован. Тут вот дозвуковой поток, за этим вот скачком уплотнения. Скачок уплотнения, они говорят, или ударная волна. В принципе, это совершенно одно и то же. Значит, ударная волна – это нечто, некое возмущение в газообразной среде. Обычно мы вот так про это говорим, про газообразную среду, которая движется со скоростью, превышающей скорость звука. Вот это вот возмущение. Когда уже, ну, если речь идёт об ударной волне взрыва, значит, она постепенно ослабевает, значит, по мере удаления от центра взрыва, и вырождается постепенно, значит, в звуковую волну, потом просто вот в лёгкий ветерок, где-нибудь очень далеко. Вот, кстати говоря, поведение потока воздушного, значит, в зависимости от того, вот как у нас тут есть, вот, поворачивает эта плоскость резко под углом, вот здесь так вот, угол, или плавно. И вот, смотрите, здесь вот на этом вот резком повороте села система ударных волн, да? Вот она вот так вот проходит через эти ударные волны поток, да? И в результате за ударными волнами она опять уже дозвуковой. И тут тоже, вот тут эта система ударных волн несколько распределена. Вот. Ну, всё это надо, обычно все эти задачи о сверхзвуковом обтекании решаются с помощью численных методов. Всё упирается в мощность компьютера. И, кстати говоря, есть такой класс машин, компьютеров, которые называют, так сказать, суперкомпьютерами. В разную эпоху это, в общем-то, разные по бестродействию и памяти машины. Вот. Ну, те суперкомпьютеры, что были суперкомпьютерами в 60-е годы, в 60-е годы 20-го века, наверное, меньшими обладают, обладали возможностями, чем современные персональные компьютеры. А современные суперкомпьютеры как раз позволяют такие вот численные модели строить. Ну, например, численное моделирование, вот полёта сверхзвукового. То есть не нужно, значит, реальное моделирование делать. Да, вот можно заменить его вот таким вот образом. Или моделирование, ну, например, ядерного взрыва. Не нужно проводить ядерные испытания. Нужно просто аккуратно смоделировать все процессы переноса энергии, выделения тепла, значит, распространения излучения через атмосферу, значит, нагрева атмосферы и так далее. Вот. И заменить тем самым ядерные испытания. Вот поэтому, когда в старое время, значит, еще в советское, американцы Советскому Союзу поставляли вот эти суперкомпьютеры, они всегда при этом суперкомпьютере, значит, условия выдвигали, значит, чтобы их не использовать для каких-то таких вот военных целей. То есть не моделировать на них ядерные взрывы, не рассчитывать аэродинамику, там, скажем, спускаемых аппаратов и так далее. Продавать-то хотелось суперкомпьютеры, а разрешат их использовать в военных целях, не хотелось разрешать. Вот. Ну и поэтому при этом к суперкомпьютере сидел, значит, американец, который, значит, вот следил за тем, ну, вроде обслуживал этот компьютер, и следил за тем, чтобы на нем неположенных вещей не считали. Ну, они совершенно необходимы были, скажем, для предсказания погоды. Вот Бюро предсказания погоды, как это называется, метеорологический центр, да. И, скажем, в Объединенном институте ядерных исследований, там для обработки ядерно-физических экспериментов, естественно, так сказать, мирных совершенно для фундаментальной науки, имеющих интерес, вот там такие суперкомпьютеры используются. А вот в аэродинамике, извините, американцам, тем они привыкли работягивать, им работа скучно. И вот рассказывали мне один такой американец, ходит по дубне вечером, выпил, наверное, кричит, «Give me job, please, дайте мне работу, пожалуйста». Вот он никак не мог без работы. Такой вот был, так сказать, трудоголик американец, а его приставили караулить компьютер от коварных русских. Ну, вот так вот с ним вышло. Так, ну вот парочка картин к вам перед занавесом. Вот клин, обдуваемый потоком сверхзвуковым, сел скачок уплотнения, и за скачком уплотнения, это вот как бы линия потока, вот она преломилась, и движется параллельно к клинушку, но со скоростью уже дозвуковой. Вот здесь она перешла через эту вот скачок, ударную волну, через скачок уплотнения. Ну, а мы эту ударную волну, в общем-то, слышим. Она нам по ушам бьет, когда что-нибудь такое летит. А вот совсем другая вещь. Это вот сфера летит, да? Сфера, ну, она такая вот неуклюжая для сверхзвука, да? А для наших полетов, для дозвуковых, ну, в общем, почти идеальной формы. Дорисуйте здесь сзади капельку такую вот, да? И получится идеальная каплевидная форма для вот дозвуковых скоростей. Всякие автомобили такой, каплевидной формы очень считаются обтекаемыми. Ну, они же все на дозвуковых скоростях катаются. И вот тут ударная волна вот такая, почти же такая вот изогнутая, почти сферическая. И еще не одна ударная волна. Вот они вот, тут еще одна вырождается. Система ударных волн. Тут скорость меньше скорости звука. Здесь опять скорость звука. Вот так он преломляется, ударяется. В общем, такая вот сложная система. Ну, и в силу, видимо, такой вот сложности, перегруженности ударными волнами, тут сопротивление гораздо больше, чем для клина на сверхзвуковых скоростях. Ну, вот эта вот картиночка показывает, иллюстрирует, скажем так, важность того, чтобы в триловидном было оперение. Вот оно как. Вот это вот сопротивление, давление ее, да, вот так вот направлена скорость. И две составляющие скорости. Тенгенциальная и нормальная, что называется, скорость потока. Вот так она вот разложилась. Вот. И вот это вот соскальзывает часть воздуха, как бы вдоль него. Часть идет. И чем стриловиднее, тем выгоднее, выгоднее такое движение, тем вот эта вот перпендикулярная составляющая скорости меньше, а тангенциальная больше. Вот иллюстрация тоже полезная. Это вот коэффициенты, скажем так, в зависимости от скорости, коэффициенты сопротивления, вот сферы и равного ей по диаметру цилиндра заостренного. Вот заостренный цилиндр с углом у вершины 60 градусов. Это, значит, цилиндр-конус. Вот такая конструкция, да? Такой, как, я не знаю, керн, что ли, летит, да? И вот это вот, пожалуйста, вам сопротивление, коэффициент сопротивления, цз, он тут, цх он тут называется, коэффициент сопротивления для сферы. Как видите, он, значит, на скоростях, начиная примерно с полутора скоростей звука, он уже отличается от этого штыря, у штыря меньше. Вот он, видите, падает для штыря сопротивление, для керна, а для этого не хочет уменьшаться, вот эта сфера ведёт себя кое-как, как говорится, плохо ведёт себя. Поэтому всякие такие капли сверхзвуковые никогда не летают и не ведут себя. Значит, когда рассуждают о сверхзвуковом движении, то обычно такой есть подход, метод, значит, перпендикулярных сечений, и рассматривают движение как раз вот в каждом из сечений, вот перпендикулярно направлению движения от этого клина, да? Вот тут воздух, тут, значит, движется от клинушка, вот этого, например. А это куда-то туда бежит клин наш, да? Сверхзвуковое поток. Вот из этого сопла, сопло, значит, из этого сопла, да? Из этого сопла, вот оно, сопло лаваля, из него вырывается сверхзвуковой поток. Это как будто летит ракета, значит, в некой пространстве газовом. И вот, значит, от, значит, края сопла, значит, идёт ударная волна. И, кстати говоря, при трансляции, так сказать, запусков космических аппаратов, иногда эту волну бывает видно. Ну, за гранью этой волны может, например, конденсироваться влага просто в атмосфере, и за счёт этого эту волну видно. Вот, ну, на фотографиях, когда уже ракета вышла на сверхзвуковой режим, там, в верхних слоях атмосферы, вот тут вот на этом вот видно эту ударную волну. Такой за ней след тумана образуется. А тут вот в самом, значит, потоке система ударных волн, скрещивающихся, видите, какое, так сказать, пиршество жизни идёт тут, да? Пиршество всяких ударных волн, развлечений возможных. Вот. Значит, чем отличается принципиально? Вот это вот сверхзвуковое сопло, сопло лаваля, и для него важно следующее соотношение. Соотношение площади критического сечения, вот это называют самая узкая часть сопла, да? И вот это вот выходное, самое большое вот, вот это вот отношение как раз и даёт нам суждение о тяге, которую это сопло может развивать. Это всё-таки у ракет такие вещи используются. Вот это вот сверхзвуковое сопло. А вот это вот дозвуковое, видите, как оно отличается? На дозвуке нам нужно сжать просто воздух до определённого, значит, просто заузить его, и будет скорость выше. Это так же, как делается, скажем, с шлангом, да, когда мы хотим, значит, побрызгать подальше, да? Или когда дуем губами. Вот мы делаем сопло. Вот он тут ускоряется, воздух, да? В полустирта он движется медленно, а тут вырывается быстрой струёй. Вот так. А на сверхзвуке всё иначе, всё не так. Времени у нас осталось совсем мало, хочется картинки вам показать. Картинки. Вот летит красивый самолёт, сверхзвуковой, с изменяемой геометрией крыла. Обратите внимание, он только взлетает. Тут ещё видно лес, какие-то тут, так сказать, мачты управления аэродрома. И в полёте его крыло примет вот такую стреловидную форму. А пока краешки отогнуты вперёд, и он, значит, делает крыло подходящим, вот эта вот часть крыла, для движения на сверхзвуковых скоростях. При переходе через звуковой барьер перед переходом крыло сложится, немножко втянется, подтянется, изменит свою форму, приобретёт некую стреловидность, ну и полетит себе самолёт сверхзвуковой, значит, на больших скоростях. А это вот бомбардировщик сверхзвуковой, такой, значит, 50-50-х годов. Такой род бомбардировщики всегда рисовали раньше в книжках популярных детских. Вот такой вот со стреловидным крылом, таким, с подвешенными большущими двигателями под, значит, корпусом самолёта. Тут, наверное, какая-то вот бомба тоже в обтекателе висит, того, гляди, водородная. Ну, это вот те ещё этапы романтические, когда думали с помощью, значит, авиационных ударов, водородными бомбами, значит, выиграть Третью мировую войну. А это вот наш сверхзвуковой ракетоносец, как у нас говорят. Ну, конструкции туполева, само собой. Это он же. Ну, как-то под другим углом зрения. Вот это наш истребитель. Его так классифицируют истребитель-перехватчик. Вообще идея создания истребителей-перехватчиков, она, значит, такова. Когда вот эти вот, так сказать, игры романтического периода стратегически велись в ядерную войну, то предполагали следующее. То, что вот эти вот сверхзвуковые бомбардировщики американские попытаются через Северный Ледовитый океан значит, прорваться вглубь нашей территории, ну, и по, значит, объектам внутри нашей державы применить ядерное оружие. Так вот, значит, сверхзвуковые самолеты-перехватчики, МИК, Микояновские перехватчики были первыми нашими вот сверхзвуковыми перехватчиками, должны были, не особенно маневрируя, просто их, значит, догнать и истребить. Вот для чего был создан истребитель-перехватчик. То есть на прямолинейном курсе, никакого, так сказать, там, акробатики воздушной, догнать истребить, значит, сверхзвуковой бомбардировщик, несущий ядерное оружие, и подбить его, да, вот такая вот была задача поставлена. Не очень, правда, она была реалистичной, то есть современный истребитель, всё-таки он уже стал маневренным, вот любители могут посмотреть, как это делается на московском аэрокосмическом салоне, в Жуковском, как они там, наши истребители, кувыркаются и вообще чего только не делают. Вот, всяко летает, хоть хвостом вперёд. А это вот машина, которая позиционируется нашей прессой как американский истребитель-перехватчик. Видите, у него два крупных двигателя на концах крыльев, такие вот большие вот на каждом. Один двигатель там видно, другой не видно. Вот такой вот истребитель-перехватчик. Так вот нам объясняет наши справочники его. А это шведская сверхзвуковая машина. Вот видите, там в кружочках нарисованы три короны. Ну, вот это вот все истребители-перехватчики, все более-менее похожи друг на друга, как вы видите. Это французский «Мираж». А это вот наш ТУ-144, аналог западного, так сказать, «Конкорда». Вот такой вот сверхзвуковой лайнер. Он когда-то летал, возил почту из Москвы в Алма-Ату. Вот такие вот были романтические времена. В конце 60-х, начале 70-х годов. Ну, потом с ним случилась досадная катастрофа на авиасалоне в Лебурже. Ну, так до сих пор не знает, почему он разбился. Выдвигаются самые разнообразные версии. Но после этого, этой трагедии, вот как-то у нас свернулась программа сверхзвукового пассажирского самолетостроения. А англо-французский «Конкорд», по-моему, еще летает. По-моему, еще возит пассажиров. Ну, по крайней мере, возил до недавнего времени через океан. Благодарю вас за внимание. Приходите к нам в следующий раз. Всех благ вам, удачи. До свидания. Продолжение следует...